Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, в котором мы расскажем о подробностях измены Курбана Амарова своей жене Ксении Бородиной. 3 июля 2015 года Ксения вышла замуж за бизнесмена Курбана Амарова. У них родилась дочь Тея. Последние месяцы поклонники не могли понять, что происходит в семье Ксюши. Она перестала публиковать общие фотографии с мужем, супруги сняли обручальные кольца, затем у них произошли разногласия на тему общего бизнеса. Затем стало известно, что Курбан отдыхает в Испании в компании актрисы Анастасии Самбурской. Ксения и Курбан долгое время молчали, не давали комментариев. И вот Бородина решила, что настал момент открыть правду о том, почему ее семейная жизнь с Курбаном распалась. В своем микроблоге Ксения заявила о том, что разводится с мужем из-за его измен и предательства, которые она не смогла простить. Ксения пишет «Причин много. Я думала, он сможет быть любящим мужем и заботливым отцом, как он выставляет себя перед общественностью, но эту ночь, 12 декабря, я запомнила на всю жизнь. Мой муж пришел в 7 утра домой с очередной тусовки, а мне оставалось 10 дней до родов. Все, что написано про измену, это чистая правда, и я об этом узнала». Не обошлось и без шокирующих подробностей. Ксения привела в доказательство слова неких свидетелей. И вот, что они рассказали про Курбана. «Да, помню, был уже декабрь. Он пьяный притащился к моему бывшему домой с телкой и втихаря ее в туалете отчпокал. А потом еще со своими друзьями и какими-то телками приперся, но их выгнал мой сразу». Вот еще один комментарий от человека, который видел, как Курбан изменяет жене. Пьяный после боев пришел с ней, сели на кухне, бухали, сидели. А потом, когда стали собираться уходить, втихаря завел ее в туалет и чпокнул за минуты три, не больше. Ксения написала, что знает имена тех, кто был свидетелем измены ее мужа. Также она пожелала всем любовницам Курбана здоровья. «Хотите спать с мужиком Бородиной – вперед. Если не боитесь, все мы под Богом ходим». «Я жила в розовых очках, была беременна и верила своему мужу. Думала, вот родится Тея и закончится его тусовки. Он возьмет на руки дочь и образумится». Но этого не произошло. Бородина также отметила, что умилительные посты о дочке, которые публикуют в своем блоге Курбан – это фикция. Он приезжает всего на пять минут, чтобы сделать снимок Теи, а затем уезжает и публикует ласковые посты о дочери. Слова Бородиной об измене мужа привели в шок сына Курбана Амарова, 10-летнего Амара. Он в своем микроблоге написал, что видел пост Бородиной и ему очень обидно. Мальчик, конечно же, встал на сторону отца. Он написал «Очень жаль, что Ксения оболгала моего отца только из-за своей обиды. Папа возвращает Тею из Турции и в ближайшее время мы уезжаем в Дагестан». Пресс-секретарь Курбана Амарова так прокомментировала откровения Ксении. Никогда не слышала от Курбана негатива в сторону Ксении, хотя, думаю, он мог бы многое рассказать, просто мужское воспитание ему этого не позволяет. Сам же Курбан выложил в сеть пост, в котором заявил о том, что не собирается воевать с Бородиной и считает ее замечательной мамой. «Мне очень неприятно читать все то, что Ксения про меня пишет, но она женщина и ей это простительно. Уверен, что мы с Ксенией, как взрослые люди, сможем найти решение в вопросе детей. Дети для меня самое святое». Ксения Бородина подала документы на развод. Поскольку у них есть общая дочь, а также имеется совместный бизнес, развод будет проходить через суд. Интересы Бородиной будет представлять известный адвокат Александр Добровинский. Он успел заработать себе неплохую репутацию на громких семейных разбирательствах. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.